И всем привет ребят, с вами Стробак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых обновленных дронов и сегодня у нас на повестке дня обзор очень интересного дрона, который поменялся в своем балансе в лучшую сторону. Это дрон механик и сегодня мы его будем полностью разбирать. Но если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный такт, тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. С предыдущими обновлениями механик поменялся в балансе в лучшую сторону, вы помните как месяц или может чуть больше назад я записывал видос, в котором говорил о том, что механик это самый печальный дрон, который есть в нашей игре. Но уже сейчас его видоизменили и теперь он сразу моментально дает бонусного 3000 хп при прожатии аптечки, при этом еще у него есть радиус лечения в виде 30 метров и сокращение время перезарядки припасов. При этом расход припасов дополнительных при срабатывании, то есть 3 аптечки вместе с прожатой и дополнительные очки за раздачу тиммейтам 4 очка за каждую разданную, разданную говорю, раздатую аптечку своим тиммейтам. Посмотрим, что с этим всем можно делать, посмотрим насколько это эффективно будет работать в рамках матчмейкинга, запикаемся в штурм за деф, ну наверное это лучший режим, в котором можно попробовать реализовать. Комбинацию менять не буду, буду играть вот на той самой комбине, на которой я играю по дефолту на своем основном аккаунте и бью трофеи, это Крусейдера, Страйкер. Ну и надеюсь на то, что нам удастся все это дело реализовать и посмотреть вообще как оно работает в действии, хорошая ли эта аптечка, ну и вообще им будет ли этот дрон на сегодняшний момент времени, при том что, как я уже сказал, до этого обновления этот дрон был максимально грустный и печальный. Закидывает меня за атаку, но мне нужен деф, так всегда по дефолту и работает, когда ты хочешь запикаться за атаку, тебе кидают всегда за деф, а когда тебе надо за деф, тебе кидают за атаку. Ничего в принципе нового здесь я не увидел, можем, хотел сказать, открыть еще заданки, посмотреть, ну ладно, не успел я это сделать, меня уже закидывает в катку и закидывает, к слову, за деф, за деф в штурм, поэтому пробуем, пробуем сейчас давать здесь какого-то контентика. Жмем дэшку, дальше прожимаем аптечку, ну и пробуем вообще реализовать на максимум свои припасы, да, то есть у нас эти аптечки, как и раньше, можно реализовывать. Ой-ой-ой, оу, моментальная фуловая хпшечка, вот это я понимаю, вот это я понимаю уже другое дело, это уже не 1000 хп, которое вы себе даете, а полное здоровье, надо кстати еще посмотреть, это же полное здоровье дается и вашим тиммейтам, либо же это полное здоровье дается только лишь вам, вот в чем вопрос, да, но вот эта моментальная приходка с полным здоровьем, это выглядит очень круто, если еще учитывать тот факт, что новые аптечки стали максимально печальные и бесполезные, можно так сказать, да, да, тиммейту тоже, я так понимаю, сразу дает максимальное количество здоровья, то этот механик приобретает еще большую нагибаторскую силу на сегодняшний момент времени, да, то есть я играю на Крусейдере, и на Крусейдере могу с механиком лечить полную хпшку сразу себе при прожатии, только у нас есть еще дополнительный кулдаун, но вот полное хп в нынешних реалиях, это реально та вещь, которая выглядит очень жестко, если бы у меня еще кулдауна на расходку не было бы, я бы, наверное, вообще бы максимально бы сильно был бы этому всему рад, но теперь с этим механиком как будто и жить можно намного дольше, как будто уже и контактик дается совсем другой, 200 очков практически у меня уже набито в рамках этого боя, что является очень и очень неплохим показателем, если еще учитывать тот факт, что я играю за деф, и каждая еще эта аптека, не забывайте, при раздаче, она еще и дает очки от тиммейтов, да, то есть от тиммейтов вы еще дополнительно получаете очечи, так, ну и здесь еще можно грамотно все это делать, ааа, теперь у них не спадает, да, нет, аптечка, кстати, на тиммейта идет в виде тысячи хп, а на тебя идет с тремя тысячами, понял, интересно, интересно, то есть с тиммейтом ты особо жестко, жесткого саппорта не даешь, но зато даешь жесткий саппорт себе лично, это очень неплохо выглядит, очень неплохо, так, сосулендр даем с разворотов, здесь дроп пв и еще одна сосуля падает, но честно вам скажу, с такой аптечкой можно реально долго жить, реально долго жить, и это, конечно, не может не радовать, даем сосулю по-троим, шикарную сосулендрочку в три танка, прожимаем дэшку, прожимаем аптечку, и стараемся уничтожать противника, 30, ой, 30, 300 очков у меня уже имеется, шарелла здесь залетает в, грубо говоря, самого себя, так, ну и смока меня здесь все-таки разбирает, 328 очков за, сколько получается, 4 минуты боя, очень неплохой результат, если еще учитывать тот факт, что это дефовая катка, раздаем расходку под тиммейтов, ну и, к сожалению, взрываюсь, я все-таки от бомбы не успел, я там спрятаться за стенку, но по очкам пока что выглядит очень неплохо, пока что выглядит очень неплохо, так, жмем ддс респа, сразу сверху добавляем аптечку, нахиливаем себе максимальное количество здоровья, плюс прожимаем дэшку, так, ну и здесь викинг вражески раздается прямо у нас на респе, хочет здесь накелять, но и вообще нужно постараться еще и выиграть эту катку, в теории это вполне себе реальная задача, поэтому будем стараться играть на победочку, после прожатия аптечки кулдаун у нас расходки становятся такой же самой, в принципе ничего здесь нового нету, ну и, по крайней мере, по крайней мере, если сравнивать этого механика, этого механика, который был до этого, полностью скамовый, бесполезный, я могу сказать, что в этом механике точно есть надежда, когда ты себе моментальное здоровье даешь в виде 3000, это выглядит очень жестко, плюс еще раздача под тиммейтов, и плюс аптечка, которая, которая дает тебе дополнительные очки, это выглядит максимально приятно, и вот в таком режиме, как штурм за деф, это очень сильно работает не только в вашу пользу, но и на вашу команду, то есть здесь есть двойной плюс, если даже не тройной, вот я просто прожимаю аптеку, у меня сразу фулл хп, то есть сейчас нет ни такой аптечки нигде, то есть сейчас дефолтные аптеки дают вам тысячу здоровья, и если противник не наносит, по-моему, урон, то она потихонечку, потихонечку дает еще, но вот эта вот аптека выглядит реально жестко, это выглядит реально жестко, и выглядит как та вещь, которая будет работать, и я, честно говоря, даже немножечко в шоке, даже немножечко в шоке от увиденного, мне просто писали по этому поводу в комментариях, я особо сильно не проверял, не смотрел, но вот сейчас то, что я вижу, выглядит очень-очень приятно, и у меня уже 500 очков, уже 500 очков есть, соответственно, у нас есть возможность здесь вообще попробовать залететь в тыщенку, и щенку в рамках такого боя будет очень неплохо залететь, ну и будем стараться, будем стараться это дело реализовать, аптечки, по сути, можно жать как быстрые, так и неторопливые, да, но если вы хотите дополнительные по 4 очка получать, то можно и быстрые аптеки жать, ну а если чисто под хпшку, под свою игру, то тогда можно в моменте не торопиться, опять викингры с мака прожимаются у нас на респах, можно было бы, конечно, у него, если честно, на УВД нажать, и законтролить этого бойца, но контролинга не было на него, к слову, аптечка, которая дроповая при подборе, она, по идее, тоже должна давать полное количество здоровья вам, да, а это значит, что это тоже можно обузить, и это можно тоже реализовывать себе в плюс, шокарную сусулендру даем по хантеру, выхиливаем себе полное здоровье, плюс даем раздачку под тиммейта, ну, я не знаю, но выглядит очень жестко, я никогда бы не подумал, что механик на сегодняшний день можно реализовывать себе в плюс, да, конечно, нужно понимать, что каждое нажатие вашей аптечки это минус 3 аптеки, но если учитывать тот факт, что у нас сейчас, что гиперион хавает эти же самые 3 аптеки, что кризис хавает эти 3 аптеки, то в целом это выглядит неплохо, это реально выглядит неплохо, вопрос лишь только в том, насколько долго вы живете, но такие аптеки, они точно работают в плюс, они точно работают в плюс, и механик 100% ожил, 100% ожил, если сравнить с тем, что было у нас до этого, то это было просто фулл мясной дрон, бесполезный, беспонтовый, а тут вот эти вот фулл хпшечки, они прям придают дополнительной конкретной уверенности для вашей формилки, 650 очков, очень сильно хочу в этой катке выйти на 1000, очень сильно хочу выйти на 1000, надеюсь, что получится у нас эту 1000-ку реализовать, викинг пытается здесь въезжать, но мы на блокшотики отрабатываем, сразу я думаю, что можно даже прожать аптеку на страховкинса, хантер пытается въехать под доставку, но под доставочку мы ему здесь въехать не даем, меня, к сожалению, сливают, не успел я дожить до аптеки, можно было бы там еще и ууди прожать, но реализовать немножко этот моментик я не успел, по сути можно, наверное, даже и быстрые аптеки прожимать, с дополнительным получением очков, ну и потом следующую аптеку реализовывать себе под как раз-таки раздачку под хп, да, то есть это тоже эффективная вещь, уудишку прожимаем в хантера, этот хантер у нас вынимает очень много урона, так, ну и единственное только то, что я вот вижу, это то, что теперь есть стабильный кулдаун у аптеки, то есть раньше у нас не было стабильного кулдауна аптечки, у нас аптечка кдшилась под расходку, то есть вы могли грамотно прожать припасы свои, и у вас тогда кулдаун аптеки сливался, хантер, кстати, свой овердрайв нажал, я этот момент заметил и запомнил, хорошо, будем контролировать вот этого бойца, будем контролировать этого хантера за его прожатие, аптечку прожимаем под тиммейта, чтобы он был фуловый, так, ну и у нас начинается какая-то плотная рубочка здесь, плотная рубочка начинается, но с рамках этого боя, можно еще, конечно, большой акцент делать на как раз-таки дроповую аптеку, и пытаться ее тоже забирать, так, тиммейт, ладно, пусть берет, хотя я, если честно, хотел отжать, очень сильно хотел отжать у него эту оверку, но у меня, в принципе, 85%, и так, овердрайв мы все равно быстро здесь накопится, так, сводка-попытка от противника, мы открываемся под мостик, сжимаем аптечку, откатываем назад, викинга с мака прожимал его делает, уходим на широкую, чтобы нас здесь не уничтожили, аптечка у нас кодешится, 10 секунд кодай аптеки, 10 секунд, ну, в принципе, 10 секунд аптечки кулдаун, это хороший, хороший кулдаун, вполне себе хороший кулдаун, то есть ты каждые 10 секунд получаешь себе полное здоровье, полное здоровье, ну, такой, уже как чит-дрон какой-то, если честно, уже как чит-дрон, выглядит как читы какие-то, когда ты 10 секунд, и просто на фульчик сразу себе хп-шку в моментальный, при этом делаешь, да, моментальное фулл хп, с новой аптечкой, это точно тот дрон, который будет иметь теперь вес в рамках нашего замечательного матчмейкинга, ну, и вообще, убить реально сложно, реально сложно убить, и я не вижу, чтобы у меня особо был кулдаун расходки полный, как будто и кулдауна расходки у меня нету, я рад, честно, я очень рад, что механик становится в балансе, все-таки этот дрон, на мой взгляд, уже на протяжении длительного периода времени был абсолютно бесполезный в рамках нашего матчмейкинга, ну, а сейчас в нем реально видна сила и интерес, и это не может не радовать, 920 очков, минута 40 до конца, либо 6 киллов, практически до тыщенки я уже добрался, я думаю, что если бы не до срочка, то, может быть, мы бы, ага, эту тыщенку бы здесь бы, и заработали, отличная сосулендра могла залететь под противника, но, к сожалению, наш тиммейт говорит мне нет. Минута 20 оставалась у нас еще до конца, и по итогу за такой бой я заработал 914 очков, 33 килла, двоечка УП, то есть у меня появляется возможность дополнительно и дольше пожить, и при этом еще за раздачу, за саппорт, сколько у нас, кстати, саппорта очков, а здесь не пишется, да, поддержки, здесь только опыт поддержки есть, а очков сколько я за саппорт получил, непонятно, но выглядит очень достойно, выглядит реально очень достойно, я не ожидал, прям реально не ожидал, пишите, что вы думаете по поводу этого механика, играли ли вы на нем или нет, обязательно попробуйте, потестируйте, и после такого боя, честно вам скажу, что я вижу огромный потенциал в этом дроне, если сравнивать его на сегодняшний день с бустером, защитником и ловкачем, которым сделали дополнительный кулдаун на расходку, и нету возможности теперь прожать два припаса сразу, то вот этот вот механик с новыми припасами и в новом обновленном виде выглядит реально как потенциальный дрон, который есть смысл использовать, при том, что он хавает две дополнительных аптеки, а тот же самый гиперион, да, тот же самый гиперион хавает все те же самые два припаса дополнительных, то есть ровно то же самое, а кризис хавает у нас получается 3, да, если я не ошибаюсь, а нет, тоже плюс 2, тоже плюс 2, то есть по сути, по сути у вас такой же самый и гиперион, и кризис, да, только во-первых, это дрон, который стоит супер дешево, во-вторых, то есть тебе не нужна там дополнительная мина, то есть у тебя кулдаун на аптечку такой же самый, как у гипериона, или даже быстрее, или даже быстрее, сколько у него кулдаун, сокращение времени перезарядки припасов 15 секунд, а где кулдаун у нас дополнительный на мину, ну ладно, в любом случае 10 секунд кулдаун аптечки на механике, это реально выглядит очень достойно, пишите, что вы думаете по этому поводу, обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вы в таком же шоке, как и я, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!